В Кыргызстане сумо заинтересовались еще в 90-е годы. С тех пор японская борьба активно у нас развивается. Ведь сумо похоже на национальные виды единоборств. К тому же занятие сумо менее травмоопасно. В отечественной ассоциации этого вида спорта числится более 300 человек. На турнир на Кубок посла Японии приехали более 100 спортсменов со всей республики. Командам из Ожской и Паткенской области в соревнованиях помешали участвовать погодные условия на высокогорных перевалах. И спортсмены не смогли приехать. Японцы относят сумо к боевым искусствам. Традиция ведется с древних времен. Поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Если некоторые из них до нашего времени претерпели некоторые изменения, то основные правила не меняются веками. Они настолько просты, что в них может разобраться каждый. Правила таковы. Противника нужно вытолкнуть за пределы круга диаметром 4,5 метра. Либо заставить его коснуться любой частью тела, кроме стоп, поверхности круга. Если противник упадет, то он считается проигравшим. У нас в Кыргызстане занимаются любительским видом сумо, а в профессиональном есть ранги. У каждого спортсмена своя тактика. И у меня тоже. Исход борьбы зависит от того, как начнется поединок. Кто первый успеет стартовать, у того больше шансов на победу, где-то 90%. А кто стартует вторым, у того шансов выиграть меньше. Турнир по сумо на Кубок посла Японии в Кыргызстане проходит ежегодно. Таким образом, спортсменов отбирает на чемпионаты мира и Азии.